Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет видео Мукбанг, обещанное, обычное. Мукбанги я редко снимаю, но здесь нам такую посылку подарили с Сахалина. Огромное-огромное спасибо нашим зрителям. Прямо сказать, что приятно, это ничего не сказать. Давайте я вам сейчас все покажу и расскажу. В предыдущем видео мы распечатали эту посылку, а сейчас мы будем все пробовать. Посмотрите, какое огромное количество люди, вы представляете, какое огромное количество выслали нам вот этих вот товаров. И я представляю, что это тяжело и это дорого, и, ну, в общем, молодцы. Вот это вот жвачки нашего детства. Это вот вся продукция южнокорейская. Это Япония. Кто жил на Сахалине, тот поймет. Тот поймет. Сейчас практически нет вот этого в ассортименте. Смотри, мы покупали недавно на базе корейские, написано было жвачки, это небо и земля. Не то. Видите? Здесь эти пузыри классные дуются с этих жвачек. Знаете, у меня такое ощущение, что мне сейчас на время стало 10 лет, как и вот Ивану, реально. Можно? Сейчас будем все пробовать. Да, я просто красиво покажу, что это такое. Это вот, мне кажется, какие-то ириски с... Жвачки или ириски, да. Или жвачки, или ириски. Кисосадки тут написано. Но тут их 4 вида. Вот такие вот разные. Есть клубничная, виноградная, яблочная и персиковая. Вот я попробую персиковую. Оксана пробует жвачки. Вот такие вот они с шариками. Но они обалденно вкусные. Они необыкновенные. Ты клубничную, а мне распечатаешь виноградную? Сейчас мне надо поставить чайник, чтобы заварить сейчас лапшу. Будем пробовать. Да, распечатай, пожалуйста, виноградную. Сейчас я попробую тоже. СМР. Да, а нет, а мы сейчас давайте каждую попробовать по вкусу. Еще вот такие вот эти персиковые. Я вот персик люблю. А мне когда пробовать жвачку? Ты клубничную будешь. Нет, а жвачку потом, если это ириска, то ты ее быстрее проживешь. Я уже ее съела. Слушайте. Все в вас. Так как ты можешь ее съесть? Попробуй надуть пузырь. Эх ты не умеешь, сейчас я надую. Это вот, знаете, такой вкус в детстве. Ну, я уже могу, потому что мы опять маленькие. А, знаете-то как, вернуться в детство всегда очень сложно. Только по воспоминаниям. Сейчас попробуем надуть пузырь. С них раньше очень хорошо пузыри дались. Да? Ты какой попробую? Крутичная. Вот так. Как они? Не разжевала ее еще. Мне что-то тоже не будет. Вы видите, знаете что? Маленькую Леночку. Маленькую Леночку. Представьте, вот Ванечку. Сейчас видите маленькую Леночку в душе. Там понятно, что взрослая тетка. Понятно. Дуются, дуются. Все дуется. Все как надо. Ваня пришел посмотреть. Вкус уходит быстро, но они такие вот классные жвачки. Так, пробуем сейчас. Ваня, а ты очистни конфетку какую-нибудь. Я ванна, уберите. А, ты клубничная? А я блин виноградную. А ты должен сказать свои вкусовые. Я еще не пробовала. Ну, та вкусная. Мукбанг предполагает, что ты должен, вот сейчас попробовал, и должен сказать свои впечатления. Нет, ну это менее вкусно. Я не понимаю, что это. Это жмайская или риска? Это и риска. Нет, а как она много вкусит? А Ксана мне дала кудушину. Она менее сладкая. Жвачка, она сладкая? А это менее сладкая. Но вкусная. Я еще хочу вот это попробовать. Знаете, как арбузы. Щеки все в арбузном соке. А здесь все в рисках. Такая девочка-девочка такая. Давай распечатываем пеппера. Сейчас у нас чайник закипит. Мы будем пробовать лапшу. А сейчас попробуем пеппера. Смотри, на этой лапше написано вот. Все, вот. Варить ее или нет? Нет, здесь кипятком. Подожди, а микроволновка зачем здесь показана? Так тут по-русски есть. Воды довести до кипения. В кипящую воду высыпать. Содержимое упаковки варить. Четыре минуты, понятно? Сейчас, значит, надо поставить кастрюлю. А эту? И вот это, наверное, может, четыре порции? Да. Или нет? А эту? Четыре, что значит? В общем, надо варить. Сейчас две сварим. Вообще, собирались сейчас есть гречку. И не собирались варить лапшу. Ну, сварим лапшу. Пробуем. Ваня раскрыл с орео. С реально. Орео? Ну и соломка. Кусая? Угу. Так, я залила эту воду. А сколько, кстати, воды там написано или нет? А ты попробуй, Оксана. Это вторая какая-то есть такая. Где она? Вторая вот такая есть. Вот. Вот такой. Четыреста. О, Оксана, получилось. Четыреста. Четыреста. Четыреста миллилитров? Нет, я сначала лапшу хочу. Ну, у нас же их две лапши-то. Три даже. Давайте одну сначала сварим? Нет, а зачем? Отдельно. Ну, почему отдельно? Они не смешались. Ну, а какая разница? Такая. Да, мы приготовим сначала одну. Четыре минуты написано варить кипящую в воде. Ну, в воде ничего не написано, что там солить, не солить. Когда есть такие ногти? Ну, подожди. Ну, нам надо на всех сварить. Ну, мне кажется, сразу четыре надо варить. Да ну, где много там? Ничего там не много. Ну, потому что приправ-то нужно же, я как буду сейчас, три раза кастрюлю эту воду ставить? Три, вот, поставила сейчас воду, и сразу три сварить. И каждому положить. Конечно, с вкусом разом будут. Почему? Они вот одинаковые. Вот это, вот это, как нет. Одинаковые. А это с сыром. Так мы вот эти сварим. С сыром мы уже, мне кажется, не осилим. Я не хочу с морепродуктами. Понимаешь? Дуется, как в детстве. Ну, как то. А чё ж она не будет дуться? Вот эти, а это не помню. Были такие? Наверное, таких не было у нас в детстве. Были. У нас Том и Джерри были. Том и Джерри, помнишь, такие вот были? Ну, вот это ещё мы... А ещё мы раньше ездили в пианистский? Вот эти были, пепси. Такая пепси, это, по-моему, вкус был. Можно попробовать? Такой, можно, необычный. А это ты рассказала, знаешь, что... Вот это конфетки. Мы когда ездили в лагерь, после девятого класса, там у нас, ну, на ротолете залив был, и туда приносили бутылки иностранные, там, наверное, японские или какие. Мы собираем, там диковинно было, там, из-под вички, из-под джина, ну, вот эти детьми были. Да, и тогда не было у нас, можно подумать, у нас тогда такие бутылки были. У нас бутылок-то таких не было. Так, ладно, сейчас сварим лапшу. Так, Вань, подожди, сейчас давай сварим. В общем, она здесь, видите, такая плотная очень лапша. Кстати, как в прошлый раз. Поэтому её, да, нужно варить. Мы в прошлый раз вот с Ваней не знаем. Её не заварили, поэтому... Нет, мы всегда варили, мы никогда не заливали. Оксана, мне кажется, заливали, что я же вот Брохо помню. Сейчас даже доширак, есть у них специальный, вроде, ранен, который надо утапливать, вот, варить. А, а может, и варить? Нет, Оксан, по-моему, мы заварим. Вань, обрежь вот эти две, пожалуйста. В общем, решили две порции сварить, нам на троих хватит. Ну, а как, ты, ты, сейчас у тебя будет всё вылезать? Это вот соль, получается, ну, приправы всё. Я тебе сказала, обрезал бы, потому что сейчас будет неудобно. Возьми ножницы. Сырую обрежу? Только эту-то держи, а то сейчас обрежешь и будем варить. Ну, отрежь ты всю, Вань. Вот. Теперь ножницы приправим. Ничего, ножницы протрем. И вот эту тоже дорежь уже кусочек. А я хотела сказать по поводу выставки. Слушайте, лапшу, Вань, смотрите. Мы варим лапшу. Почему я Ваню редко прошу что-либо сделать? Так, а кто-нибудь засёк время? Сколько, может, две минуты варим? Минуту. Четыре минуты, в общем, надо. Это не четыре порции, а четыре минуты. И Ваня, по-моему, снабжает приправами всё, что в округе у нас есть. То он снабжает приправами. Чтобы вкуснее было. Чтобы вкуснее было. Так, надо нам сейчас как-то место расчистить, чтобы сесть. И чипсы. Давайте сейчас я чипсы вот эти вот высыплю. Попробуем чипсы вместе с этими макаронами. Надо вытереть, да. Ну что, как у нас выглядят чипсы? Подарков-то, подарков. А вот с этим вот что с этой лапшой делать интересно? Это же варить очень вкусно. Нет, варить её надо с чем-то. А, она с водорослями, что ли? Водорослями, да. У нас водорослями. А, прикольные крабики. Помнишь такие? Я помню такие. А ты помнишь? Помню, помню. У нас такие были всегда. А это наши любимые тоже были. У нас не было какие вот сейчас лысые. А вкус чувствуешь, да, тот настоящий? Ну, класс. Маски. Жемчужина. Авокадо. Я потом вам какую-нибудь сделаю. Чёрная с лапшой. Да. Просто со змеёй. Ага. И золотая. Так, ну давайте сейчас вот это всё уберём, расчистим и будем пробовать. У нас уже заварилась здесь лапша. Четыре минуты уже у нас прошло. Что? Вот это открываешь. Что это такое? Это на ласке я вижу. И на английском, на русском. Что это? Пластики. Пластики написано. Ну, вот эту лапшу тогда уже в следующий раз будем пробовать? Её тоже интересно варить надо? Или её просто заваривать? Чипсы. Подожди, а вот это что такое? Это же некер. Как это? Пшеничные зёрна, знаешь? А, ну он тоже солёный. Или нет? Ну сладкий, вкусный. А, да? Тогда надо другую тарелку сейчас. Здесь лапшой мучаюсь. Тут товарищи у меня окунулись в детство. А я бы, Вань, ты будешь использовать? Один находится в детстве, а другие окунулись в детство. Мы с Ваней находимся в детстве. В стёрке, прикиньте? Вот это стёрки. А я сказала, он не будет ими пользоваться. Я говорю, почему? Он говорит, а ты бы пользовалась? Я говорю, нет, конечно. Я поставлю. Смотри, они даже ездят. Кипит? В общем, это чтобы поиграться на уроке, правильно? Ну-у-у. Ну вот, 10 лет, понимаете? А ещё ума. Что? Троица наша уселась за лапшу. А палочкой? Палочкой. Палочкой? Я люблю. Я люблю такую лапшу. Есть палочками. Мы повыбрасывали все палочки. У нас суши, вот мы когда прижали с Ваней, Андрей заказывал как раз суши. Нет, он сохраняет для всех этих штук. А где они? Вот она отличается от нашей лапши. Честно, она с шарами всего. Да? Она вот другая. Конечно. Это настоящая? Нет, она другая. Нет, она другая. Слушайте, лапшу не видели никогда. Вот это вроде бы рамен, а вот это уже быстрое приготовление. Да? А там, может, тоже по-русски, да, я почитаю. Ой, остенькая. Острая? Да, при том, что мы не 400 миллилитров воды добавили, а 2 литра. Почему так много воды добавили? А что, невкусно? Не вкусно. Я просто терпаю. Ну, Ваня, в прошлый раз, ему было очень остро, поэтому я побольше водички добавила. А Ваня любитель вот такой лапши. Не, вкусно, да, Ваня? Ну, островатая, да, чуть ли? Вот это вот, что я не пойму. Воду, блин. Воду в мою кружку налей в Адессе. У тебя что, так остро? Нет, не рост. Так, сейчас я попробую. Мне нравится. А, нет, тут по-русски. Откройте крышку, добавьте, залейте кипятком. И через 4 минуты перемешайте, содержим. Ну, знаешь, где это можно наливать? Вот это просто заливается. Это тоже можно было наливать. Нет, это быстро приготовить. Вот это будет не заливать. Да, это тоже, мне кажется, на 4 минуты кипятком залилось. Когда бы мы еще лапшу поели бы на обед. С таким удовольствием. Какая там гречка, да? Она мягкая тут вообще. Знаете, когда макароны ешь, они жесткие. А это, да, вот она прям мягкая, с бульончиком. И то, что я сварила в таком количестве воды, наоборот, хорошо, потому что... Не острое, да? Мне нравится то, что от василька. Я же еще не отозрала от примерки. Потому что не острое, да. Я вот острое. Я люблю остроту, но в меру. Знаете, не так, когда глаза у тебя вылезли из орбиты. И ты вот так делаешь. И они туда, и они сюда. Вкусная лапша. Очень вкусная. Знаете, когда я смотрела эти мупанки, там, 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 нет, там делали вот так. Я так и делала. Я так и делала. Смотрю блогеров из Кореи. Сейчас я на Оксану переведу. И они говорят, что корейцы очень часто вот так вот именно делают. Они вот так, ну, просто выпивают, наверное, да. Нет, нет, они качавкуют даже в ресторанах. Это показывает то, что еда им очень нравится. Это восхищение. А у нас по-другому. У нас если ты чавкаешь, это, значит, признак дурного тула, значит, ты не умеешь кушать в обществе. Я не знаю, как лучше, но у Вани, смотрите, как уже прям мастерски получается. Я очень надеюсь. И чипсики тоже вот эти. Очень вкусные. У них такой очень необычный вкус. Какие же в Таиланде продаются? Вот это у нас сегодня с Сахалина повеселили. Вань, куда у тебя все чипсики как-то летят не в ту сторону? Приправу, не, приправу он всю высыпал на плиту. Чипсы он все рассорил у меня по полу. Может, так уж как мы не забудем. Да, придется сейчас брать пылесос и все это дело пылесосить. В общем, мы сейчас чай попьем, да. Но вообще хочу сказать огромное-огромное спасибо. Прям растрогали. Вот знаете, мне кажется, вот сейчас вот такое время еще, когда человек, человеку, волк. Большинство вот, ну, есть такое. А здесь прям вот так, такое отношение. И когда, ну, читаешь там какие-то такие гадкие комментарии, думаешь, блин, все, надоело, не хочу, не буду. Вот сколько раз уже было, Оксана не даст мне соврать. Вот прям вот иногда психанешь, но не показываешь это и все. А когда вот встречаешь, Ваня, ты там далеко закрамбалился. Когда встречаешь вот ответ на вот такую вот реакцию, когда в отелях встречаешь зрителей, и все подходят, и все здороваются. И ни от кого вот негатива, ни от одного зрителя я не услышала, чтобы подошел и сказал, вы хреново снимаете, ты жирная, ты страшная. Там, что там еще нам говорят обычно? А, неправильно говоришь, брендов не знаешь, в общем, там так далее, там подобное. Все подходят и говорят, девчонки, спасибо, спасибо, что сняли отель, что показали, мы уже знаем, ехать, не ехать. То есть, ну, вот это прям... Зачетные, да, Ваня, вот эти палочки? Мастерские, мастерские, стараются. У тебя вот это не отбирать, да? Так, сейчас чай ставлю и пробуем конфеты. Давай, поесть. В общем, с лапшой мы все расправились. Ровно за три минуты, ребят, я хочу вам сказать. Да, наша бригада. Значит, вот такой у нас был, это воздушный рис. Мама вот с Южно-Сахалинска, она у нас училась и заканчивала... Какой у нас мама вуза заканчивала? Юридический, государственный, вот Южно-Сахалинский... Я в Дальневосточном государственном университете. Университета, да. Вы когда-то покупали? Она там училась. Кстати, вот кто мне пишет, там, Ваню оставили, не оставили. У нас училась и мама, и папа. Оба в Южно-Сахалинске. Папа там еще потом в Хабаровске. А, он в Хабаровске, мама в Южно-Сахалинске. И вот они постоянно ездили на сессии. Это другой город, это лететь. И мы с Оксаной, и то с папой, и то с мамой. Иногда был период, когда не с папой, не с мамой, но это уже, когда Оксана была постарше. Оксана лучше период была, когда мы остались. Мне было, я помню, 16, что ли, исполнялось. И как раз Оксана вот осталась за главную. Делала мне торт на день рождения. У меня день рождения, и родителей не было на день рождения. Вот какой-то один такой год был, у них нахлёст там что-то. Два дня было, не то, что надолго. Вот, и, в общем-то, как бы мы оставались. Я поменьше была, а я поменьше. А может, поменьше были. Ну, я помню, что Оксана мне торт спекла, очень вкусный, с подружкой, как раз-таки, с Кристиной. Да, они приходили, в общем, делали. Я тебе тогда сказала, что у тебя будет самый лучший торт. Был он действительно реально самый вкусный. Вань, попробовал ты вот это? Ты попробовала вкусное? Я попробовала, мне не понравилось. Тебе не понравилось, так. Сколько? Ммм, а, это же вкус детства. Не, не, это вкусно. Это очень вкусно. Просто они здесь у вас супе, а мы покупали брикетами они. Они были брикетами, склеены друг с другом, с сиропом каким-то, да. А это такие более пережаренные, но очень вкусные. Я такие вообще очень люблю. Это, знаете, как сухой завтрак, такой йогуртом заливать будет, очень вкусно. Я не могу остановиться. Так, Ваня, пеппер открывает. А что ж вот с этим делать? А мы уже съели. А мы уже съели? Да. Я такой суп не буду. И я. Это, наверное, какой-то такой. Дай, посмотри, что это такое. Точно суп? Точно суп. А что это за суп такой? Это как с водорослями какой-то суп. А, тут написано, подожди. Суп из соевой пасты и ракушек. Паста ракушки, экстракт ракушек, пищевая соль. Но вот это я не буду, ребят, пробовать. Я думаю, что, наверное, это вкусно. Но я что-то к такому не привыкла. Оксана потом вам расскажет у себя на канале. Ване больше понравились палочки с этим. Но эти тоже с шоколадом такие вкусненькие. А я хочу конфетки попробовать. И миндаль. Дай, Вань, пожалуйста, открой миндаль, пожалуйста. Вот миндаль в шоколаде. Я думаю, что вкусненькие. А, и это тоже миндаль. Ну-ка. Там и есть миндаль. Здесь разные вкусы. Да, это миндаль. А где есть миндаль? Тут все миндаль на них. Это шоколадки. Это строгые. Ну, вот здесь элмант написано. Элмант это миндаль. Вот. А, а может быть со вкусом? Ну, это шоколадки. Да. Со вкусом? Шоколадки со вкусом, да. А у тебя с чем было сейчас? С коникой. У меня с бананом. С бананом? Ну-ка, я сейчас попробую. Так, ты с бананом желтенький взяла. А я вот тогда с ананасом, получается? С ананасом сейчас попробую. Распечатай мне, Вань, пожалуйста. А то я что-то сижу с чаем, все уже все поели, а я что-то еще даже толково не попробовала. Ну-ка. Руки в шоколадах. Иван не может открыть, справиться с шоколадкой. Теряешь, теряешь свою сноровку, называется. Такие вот шоколадки. Тоже в Южной Корее сделали, да? Ты даже не смаховала, куда ты целиком-то съела? Я тоже таковариваю. Увезет начинку. Больно маленькая. Вот это, наверное, будет шоколадка. Ну, ананасовая такая жидкая начинка, действительно, даже начинку не показывает. Бу, вот это шоколад. То есть есть у шоколада. Это не шоколад. Это шоколад написано. А, шоколад написано? Потому что здесь орех написано. Смотри. Так это одинаково. Элмант, орех. С ореховым вкусом. Ты видела еще такое шоколад? В общем, вот это конфетки со вкусом, а вот это прям реальный... Это выглядело. Что, миндаль? Аж забыл. Реальный миндаль. Я знаете, как... У меня глаза... Я снимаю, у меня глаза на Оксану, на Ваню. Они что-то пробуют. Вкусно нас снимаем. Вкусный шоколад. Чувствуешь, как он вкусный? Все. Едем. Куда едем? На Сахалин или в Корее? Через Сахалин. Через Южный Сахалин полетим в Южный Сеул. В Сеул. Я боюсь, у нас денег не хватит до Южного Сахалин доехать. На Корею хватит, а до Южного Сахалинска нет. Согласна. Я шучу. Сейчас я слышала, что запустили или запускают чартеры на Сахалин, дабы развивать наш отечественный туризм. Не знаю, запустили уже или нет, что билеты будут доступны. Потому что раньше летали... Попробую. У мамы раз, по-моему, в два года, и у папы раз в два года был оплачиваемый проезд на материк. У всех. И у Кристины также, да? По-моему, раз в два года только. Потому что, ну, иначе, конечно, очень дорого. Восемь часов лететь. Ну, еще акции есть. Надо пораньше брать билеты. Да. Иногда бывает, что долететь, допустим, до Сочи дороже, чем до Сахалины. То есть бывают такие, действительно, скидки, что... А вообще, я представляю, то есть, как бы, людям с Сахалина ближе лететь, отдыхать. Раньше было в Китай. Да, конечно. Многие ездили. В Японию многие ездили. В Пусан все ездили. Да, потому что, ну, блин, в Турцию лететь сколько? В Тамуре. Да? Да. Ну, мне кажется, в Китае чаще. В Китае дешевле, наверное, было, чем в Корее. В Китае лечиться все ездили. И лечиться, да. Сейчас, видите, границы закрыты. Мне хорошо, он делает это, как там, пластику, поем с Ленком, уедем одними, приедем другими. Так заработать надо на пластику. Они не знают. Да. Чуть-чуть перекроить. Губы. ФС-1 не узнает. Да. Айфон меня не узнает. Айфон, когда маску делал, меня никогда не узнает. Для маски он не узнает. Ага, а мы сейчас потом с вами вечером еще маску сделаем. Кстати, я что хочу сказать. Вот эту корейскую косметику, которую я купила тогда на выставке. Вот одна мне не очень понравилась, такая гелевая. А вот второй крем, он именно кремом такой сделан. Кремообразная там структура. И вот прям лицо, если вы сейчас заметили, оно вот светится. Вот там гиалуронка, по всей видимости, добавлена. Да, потому что, ну, прям реально такое, знаете, свежее лицо. Вот после вот именно этого крема. Вот казалось бы, одна и та же ферма, но один не очень мне подошел крем, а второй отлично для кожи, для моей. Так, ну что? Я хочу сказать тоже по поводу корейской косметики. Я вам покажу. Дома сегодня я купила пенку для умывания и маска ночная. Маска хорошая, но пенка-то фантастическая. Понимаешь, ты умываешься, я не знаю, это такая нежная кожа становится. Ну, кстати, у меня тут пенка тоже мне понравилась. Она хорошая. И главное, она... Ваня, а тебе что сказать надо? Пошел. А он сказал, что с пылью же. А, да, я пылью. Жвачку наживался. Ну, давай, твои впечатления, Иван. Очень вкусно, но я хочу что-то еще добавить. Что ты добавишь? Куда побежал? Мои впечатления, давай. Мои впечатления? Твои, давай. Мне кажется, что вот это вот не хватает. Лафусь, зачем тебе? Лафусь, это современные дети. А это дети... Нет, почему? У нас же тоже лафусь тогда были. У нас тоже, у нас турбо была жвачка. Лафусь тогда появилась. Не помню. Нет, а лафусь, по-моему, тоже корейская, насколько я помню, была жвачка-то. А вы считаешь как? Не знаю. Ну, откуда-то оттуда тоже у нас они вот эти вот жвачки были. Вы знаете, сейчас самый популярный в магазине у нас товар это, Юпи. Юпи? Юпи. Только Юпи, Зупи там. Зука, Зука. Подожди, или как у нас сейчас? Какая-то сухая вот эта смесь, и она в лед уходит, мы ее когда заказываем. Раньше был Юпи, например, в детстве маму Миша, они сейчас покупают вот эту вот зубу и реально говорят маму тоже. Я говорю, у нас в лед она расходится, я не знаю, почему люди так ее любят. Раньше, причем, типа, как сахар ели, даже не то, что разводили, а ели. В общем, я не смогла прочитать, что там написано, потому что там очень мелкий шрифт. И сейчас тоже как сахар едят. Ваня даже предприимчивый парень из Турции с сахар в салпакетик привез, что в брюкках у него, в общем, в кармане, у него сахар приехал домой. В общем, ребят, вот, надеюсь, что мы вас повеселили. Такой у нас получился, я думаю, что веселый обзор от того, что нам прислали. Теперь в доугумы нужно обязательно что-то отправить в ответ. Я так не могу, вот, как бы, ну, порадовали, тоже хочется чем-то порадовать, ответить. В общем, всем огромное-огромное спасибо за просмотр. Как всегда, всем спасибо за лайки, за ваши комментарии, за ваш душевный ответ. Это очень-очень приятно. Сейчас бы я вам Оксану показала. Слушайте, такой взгляд. Ну, вкусно. Это реально вкусно, ребят. В общем, всем, как всегда, желаю добра, удачи, ну, и надеюсь, что совсем скоро увидимся со мной вновь. Пока-пока. Спасибо большое. Спасибо.